Добрый день. RexCube это угловращательная головоломка, одна из многих, но именно в ней появляется впервые принцип сборки, который будет использоваться и в более сложных моделях. Это и MastersCube, который является версией RexCube, но с уголками. Да, я MastersCube, немного измененная версия, Multiscube, который также называют Multicube, в нем есть внутренний элемент, который нужно собрать, прежде чем собирать как MastersCube, ну и более сложный, элитный скьюб, в котором больше слоев. По сути, это усложненный DinoCube, здесь также вращаются углы, но самого уголка на видимой части головоломки нет. Добавились дополнительные разрезы, появились центры, лепестки. RexCube состоит всего лишь из трех типов элементов. Это ребра, двухцветные элементы, как на Dino. И в первую очередь мы будем собирать именно их. Таких ребер 12 штук. Вторым этапом мы будем собирать центры, вот эти маленькие элементы. Их 6 штук, каждого цвета. И собирать мы их будем так же, как на IVI. Если предыдущие элементы уже встречались в других головоломках, то вот эти лепестки или RexCentry появились впервые именно на RexCube. И, соответственно, их аналоги есть на более сложных головоломках. И третьим этапом мы соберем RexCentry, которых по 4 штуки на каждой грани. Всего получается 24. Сборка достаточно интуитивная. По сути, выполняется одним алгоритмом. Но, на всякий случай, значимые движения я буду записывать на языке вращения, которые немножко отличаются от стандартного. Мы будем использовать язык вращений для обычного скьюба, который также является углово-вращательной головоломкой. Здесь есть две системы нотации. Одна из них VCA, другая нотация SARE. Для VCA нотации мы будем использовать движения R, R' L', 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 U', U', U' и вращение заднего нижнего уголка B', B'. Этих движений нам будет недостаточно, поэтому добавляются движения из нотации SARE, такие как F, F' и D', D'. Также в нотации SARE есть движения R и L, но они немножко отличаются. Если в VCA нотации R делается вот так, R', то у SARE R делается вот так, R'. Для VCA вращения вот этот уголок остается на месте, R, R', для нотации SARE этот уголок перемещается, R, R', ну и соответственно L, L'. Для того, чтобы не путать эти движения, движения R и L по нотации SARE, вот эти, я буду обозначать маленькими латинскими буквами. Все остальные движения будут обозначаться большими латинскими буквами. Соответственно здесь это все будет выглядеть вот так. R, R', L', L', U', 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 B', 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 F', F', D', D', D'. Также R', 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 U', 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 D' На первом этапе мы должны собрать REX'CUB как DINACUB. И чтобы сходство было более явным, я буду делать это параллельно на обеих головоломках. Для начала собирается одна сторона, ну, к примеру, белая. И если на DinoCubio порядок цветов был не важен, то на RexCubio он важен. То есть белый, зеленый, оранжевый. Следующий должен быть синий. И добавляем сюда красный. Вот первая сторона. Проверяем цвета. Можно по обычному кубику рубика или по скьюбу. Белый, зеленый, оранжевый, синий, красный. То же самое делаем на RexCubio. Находим элементы. На центре пока можно внимания не обращать. Они перемещаются. Видим бело-синее ребро. Видим бело-оранжевое ребро. Порядок должно быть оранжевый, синий, красный, зеленый. Не перепутайте. Ищем дальше. Вот на зеленое. Интуитивными движениями ставим на место. И вот этот вот красный. Мы, если поставим его сразу, то сломаем зеленый. Поэтому нужно сделать какой-то пиф-паф. Ну и какие-то движения с возвратом. То есть можно отвести в сторону. Подвести место, где должен стоять этот элемент. Ставить сюда бело-красное ребро. И опустить. И таким образом белая сторона считается собранной. Проверим еще раз цвета. Оранжевый, синий, красный, зеленый. То есть если белая сторона обращена к вам, то именно такой порядок цветов должен быть. Но если он такой, конечно, был изначально на головоломке. Дальше также интуитивно собираются ребра второго слоя. Здесь мы видим синий-оранжевый. Просто сразу ставим на место. Сюда нужно поставить зеленый-оранжевый. Ориентируемся вот на эти цвета. Где-то вот сверху есть. А ну и стараемся не разрушать уже собранные. Синий-красные. И остается одно красно-зеленое. И опять же, чтобы поставить это ребро сюда, нужно сделать какие-то дополнительные ходы, чтобы не разрушить то, что уже собрано. Для этого можно поставить элемент сюда. Передвинуть на место и потом отменить ход. Здесь сделаем то же самое. Видим синий-красный ребро. Его нужно поместить вот сюда. Белая сторона у нас здесь. Первое ребро ставится легко. Дальше. Ну, красное-зеленое само встало на место. Значит, сюда нужно поставить зелено-оранжевое. То есть, первые три ребра второго слоя ставятся легко. Ну, а четвертое либо ставится легко, как сейчас, в один ход. Ну, если оно находится не здесь, а где-то здесь, то нужно сделать дополнительные движения, чтобы не разрушить уже собранные. Для сборки верха есть всего три основных ситуации. Это когда нет ни одного желтого элемента сверху. Для этого делаем любой пиф-паф. Допустим, правый. Как на пирамидке. Получаем ситуацию, когда у нас два желтых элемента есть. Соответственно, здесь за один пиф-паф все решается. Нужно расположить правильно стоящий желтый элемент сзади. И, соответственно, из этого положения сделать пиф-паф. Причем, первое движение должно ставить неправильный желтый элемент на свое место. То есть, если с этой стороны зеленый становится на свое место, то с этой стороны, если мы будем делать, то на место не встанет. Красный и оранжевый не совпадают. То есть, ну, либо ориентируемся по вот этому, который должен быть сзади. Но проще ориентироваться по тому, чтобы первое движение ставило элемент на место. В данном случае правый пиф-паф. Левый пиф-паф нужно будет делать в случае, когда подобный элемент будет вставать на свое место при движении с левой стороны. Вот так он. То есть, оранжевый к красному. Ставится плохо. Поэтому делаем пиф-паф с левой стороны. Вот этот желтый также стоит на своем месте. Ну и ситуация, когда сверху все желтые, а здесь цвета расположены неправильно, решается при помощи двух пиф-паф. Делаем сначала любой. И потом определяем следующую ситуацию. Соответственно, в нашем случае мы видим два желтых элемента сверху, поэтому делаем один пиф-паф. Смотрим. Вот этот желто-синий при таком движении на свое место не становится, поскольку здесь зеленая сторона. А вот этот оранжевый на свое место встанет. Ну и делаем пиф-паф. Все это решается достаточно интуитивно. Если вы хотите посмотреть ускоренный способ этапа Дина Куб, то можете посмотреть мое обучающее видео по этой головоломке. Ссылка будет в описании. Дальше, также интуитивно, мы должны поставить вот эти маленькие квадратные центры на свои места. И здесь нам придет на помощь уже ИВИ Куб, в котором центры переставляются подобным образом. Есть две основных ситуации. Это поменять три центра вокруг одного угла. Делаются они при помощи пиф-пафа. Опять же, по нотации Сары. R, L' R' L. Соответственно, чтобы переставить центры по такой системе, мы должны первым движением ставить центр снизу на свое место. То есть, если мы сейчас сделаем пиф-паф справа, то центры на свои места не встанут, поскольку здесь был белый центр, а мы его ставили к оранжевым углам. Соответственно, если у нас оранжевый справа и оранжевые цвета сверху, то у нас центры соберутся. В этой ситуации оранжевый центр слева, оранжевые углы сверху, нужно сделать левый пиф-паф. И центры перемещаются. Другая ситуация, когда нужно три центра переместить вот в таком положении. То есть, спереди, сверху, сзади. В этом случае мы делаем похожие действия и по похожему принципу. То есть, сначала мы ставим центр нужного цвета на свое место. Дальше второй центр ставим туда же и отменяем два этих хода. Соответственно, если центр нужного цвета располагается сзади, а нужный у нас сверху, то мы сначала задний центр поднимаем сюда, потом передний и отменяем оба хода. При помощи двух вот этих алгоритмов прямых и зеркальных можно расставить центры и на ИВИ-кубе, и на РЭКС-кубе. Давайте начнем с белого центра, находим его и видим, что мы можем его поставить вот сюда. Соответственно, мы можем применять первый случай и только им собрать все центры на РЭКС-кубе. Белый центр находится слева, начинаем с левой стороны делать пиф-пафы. Вот у нас белый центр стоит на месте. Смотрим какой-нибудь смежный центр. Синий поблизости нет, оранжевый поблизости нет. Видим зеленый рядышком. И можем переместить опять же этим алгоритмом вот эти три центра. Тем самым у нас поставится зеленый на место. справа. То есть первое движение должно ставить центр на место. И вот у нас уже стоят два центра на своих местах. Дальше видим здесь оранжевый. Вот сюда можно оранжевый поставить. Удобнее делать так, чтобы центры, которые мы собираем, располагались рядом друг с другом. То есть вот два собрали, третий лучше собрать здесь. Это не обязательно, просто так удобнее. Оранжевый слева ставим сюда справа отменяем отменяем. И у нас остается три центра, которые нужно расставить по своим местам. В итоге мы все сделали одним алгоритмом либо правым либо левым. В данном случае вот у нас три центра, которые нужно переставить сверху синий, а синий здесь справа. Поэтому начинаем пиф-паф справа. И все центры встали по своим местам. То есть наша цель каждый раз ставить хотя бы один центр на свое место, при этом не разрушать уже собранные. В случае, если у нас получилось так, что, к примеру, зеленый и синий центры сразу стоят на своих местах, причем желтый тоже и нам остается переставить только три, мы используем вторую ситуацию, которую я показала на ивикубе. У нас не собраны вот этот, вот этот и вот этот. То есть вот такая ситуация. Первым движением ставим центр, который должен располагаться сверху, потом на это же место ставим другой центр, задний получается, и отменяем каждое движение. И также центры все собираются. это все достаточно интуитивно, но я постарался разобрать все случаи. Для сборки лепестков или Rx-центров нам потребуется один алгоритм, который состоит из двух пиф-пафов. Все движения здесь будут по нотации Сары. R L' 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 Это правый пиф-паф. Потом делаем перехват Y Z и делаем из этого положения левый пиф-паф. То есть начинаем те же движения, но с левой стороны. L' R' L' R' и мы видим, что ничего не изменилось. Но на деле у нас развернулись вот эти элементы. Вот эти два лепестка поменялись местами. Поскольку они были одинаковые, мы этого не заметили. И также с этой стороны вот эти два лепестка поменялись местами. Почему это происходит? Мы сначала делаем пиф-паф, тем самым меняем положение вот этих лепестков. Перехватываем и загоняем белые и красные лепестки другими сторонами. Визуально для нас сейчас ничего не изменилось. Но если мы к примеру сделаем здесь Setup Move, то когда развернутся вот эти элементы, мы увидим, что белый и оранжевый поменялись местами. Сделаем тот же алгоритм. Перехват вернемся к истокам. Видим, что вот у нас поменялись они местами. Если мы вернем Setup Move на место, то белый и оранжевый уже не на своих местах. И соответственно таким образом мы можем менять местами эти элементы. То есть для того, чтобы поменять местами два вот этих Rex центра лепестка мы ставим на одну грань и из такого вот положения выполняем алгоритм. Будем называть его Flip, поскольку он разворачивает элементы. Следует отметить, что на этой стороне должны быть вот эти два лепестка одноцветные. иначе они тоже будут меняться местами и соответственно в некоторых случаях будет что-то нарушаться. Выполняем правый пиф-паф и делаем перехват. Да, его конечно можно делать по буквам YZ, но гораздо проще вращать вокруг вот этого воображаемого угла по часовой стрелке. У нас вот эта грань переходит налево, верхняя становится справа, а левая становится сверху. То есть по сути это не два перехвата YZ, а одно вращение вокруг вот этого угла. И отсюда делаем левый пиф-паф. Ошибиться здесь трудно, поскольку вот эта красная полоска должна пойти вот сюда. L' R L R' И мы видим, что сетап мов, который мы делали в начале, можно отменить с этой стороны, не возвращая кубику исходное положение. Соответственно, таким образом. Теперь рассмотрим, как применить флип на практике. Давайте начнем с белой стороны. Здесь нет ни одного белого лепестка. Но мы видим, что ближайший белый есть вот здесь. И для того, чтобы этот белый переставить куда-то сюда, нам нужно либо место, где должен стоять этот элемент, переместить на грани с этим лепестком, либо этот лепесток переместить на сторону, где он должен стоять. В нашем случае, если мы возьмем головоломку таким образом, и вот это место, где должен стоять белый лепесток, повернем вот сюда, то вот это мы сможем развернуть, и белый лепесток станет на свое место. Здесь даже еще сид не станет на свое место, это приятное совпадение, но так будет не всегда. Теперь, чтобы развернуть вот эту полоску, мы берем головоломку вот так, и выполняем флип. Правый пиф-паф, перехват, левый пиф-паф. и нужно отменить вот это движение, получается вот таким образом. Что у нас получилось? Смотрим, белый лепесток встал на свое место. Синий, кстати, тоже. Идем дальше. Ищем еще белый. Видим вот здесь белый. Его можно переставить вот на это место, поскольку это место можно повернуть на ту же грань. а теперь давайте немножко присмотримся к тому, что мы делаем. Возьмем лепесток, который мы будем ставить на место белого вот таким образом, чтобы он был на правой грани у верхнего уголка. Место, где он должен стоять, может быть либо здесь, либо здесь. В нашем случае оно вот здесь. Соответственно, для того, чтобы вот это место поместить на эту грань, мы должны сделать движение R'. После чего делаем флип. Правый пиф-паф, перехват, левый пиф-паф. Если мы делали изначально setup move R', то есть движение на себя, то в конце обратный setup move мы можем сделать слева, не перехватывая головоломку, тоже на себя. будет L'. Сейчас будем прослеживать такие моменты. Смотрим, два лепестка уже стоят на своих местах. Ищем дальше. Видим, что у нас нужно еще два белых лепестка. Ищем на соседних гранях, но на соседних почему-то их нет. Где они? Вот здесь. Мы можем, конечно, в два действия перенести эти лепестки сначала, к примеру, на оранжевую грань, а потом отсюда перенести сюда. Но можем пока пособирать какие-то другие стороны. К примеру, оранжевая. Здесь не хватает двух лепестков. Смотрим, есть ли поблизости. Видим, что здесь есть вот такой лепесток. Но если мы его поставим вот сюда, то оранжевый поменяется на оранжевый. И смысла от этого не будет. Другой оранжевый находится у нас на противоположной стороне, что неудобно. Для того, чтобы вот этот лепесток переместить вот сюда, мы можем просто применить тот же самый флип без сет обмолвов. То есть мы должны расположить элемент, который нам нужно переместить на одной грани, либо справа от себя, либо слева. И сделать флип. Правый пиф-паф, перехват левый пиф-паф. Мы видим, что вот этот элемент переместился вот сюда. Теперь мы можем место, где должен стоять оранжевый элемент, повернуть на ту же грань, что и оранжевый лепесток. Располагаем вот таким образом. Получается, нам нужно сделать стат move R. Мы это запоминаем. Делаем флип. переход. Поскольку мы делали движение R, то есть от себя, мы делаем движение L' тоже от себя. Смотрим, где у нас оранжевая сторона. Вот у нас три лепестка уже на месте. Дальше, четвертый лепесток далеко. Давайте дособерем оранжевую грань, чтобы понять принцип. Для того, чтобы оранжевый лепесток поместить сюда, он должен находиться на соседней грани. Поскольку он напротив положенный, мы сначала переместим его на какую-то. К примеру, вот на эту. Для этого мы повернем лепесток на эту грань и нам нужно развернуть вот эту полоску. делаем флип. Один пиф-паф, перехват, левый пиф-паф и отменяем. В случае, если вы забыли, какой сетапов делали изначально, мы можем просто вращать вот этот угол до тех пор, пока у нас не восстановятся вот эти вот цвета. то есть это либо одно движение, либо два. То есть если забыли, то не страшно. Получается, что теперь оранжевый стал рядышком и мы можем в один флип поставить на место. Берем вот так, делаем сетап нов R, выполняем флип, перехват и возвращаем. Вот, я сейчас не угадал, в какую сторону нужно повернуть, поэтому делаю просто еще один поворот и все получается. Оранжевая сторона собрана, продолжим дальше. На самом деле, не очень эффективно доставать нужные лепестки с противоположной грани, поэтому лучше это откладывать напоследок. К примеру, вот здесь белые элементы на желтой стороне. Мы их пока доставать не будем, пособираем то, что поудобнее, потому что в процессе они могут как-то переместиться. К примеру, соберем сначала желтую сторону. Вот этот лепесток мы поставим вот сюда, тем самым у нас белый элемент переместится на это место. Берем таким образом тот лепесток и вот этот мы поменяем местами. Setup move R' делаем R' обратно L'. Видим, что желтый лепесток встал на свое место. Смотрим дальше, какие удобно лепестки переставить. Видим, что вот эти красные и зеленые хорошо поменять местами. Они сразу встанут на свои места. Берем исходное положение. Вот этот мы будем менять и вот этот. Setup move R' делаем flip. Поскольку делали на себя, то тоже на себя, но слева. Вот сразу два лепестка стали на свои места. Соответственно нетрудно догадаться, что предпочтительнее сначала делать такие обмены, где два элемента сразу становятся на свои места. Не один, а сразу два. Либо такие, где элемент с противоположной грани покидает вот это место. То есть было бы сейчас удобно вот сюда поставить какой-то белый элемент, но он стоит в неудобной позиции. А был бы он здесь, мы бы беленький поставили вот сюда, а желтый бы переместился. Ну посмотрим, что у нас еще есть. Видим, что вот эти белые и желтые можно поменять местами. Располагаем их вот так. Setup move R. 1 пиф-паф, перехват. Setup move R, поэтому здесь делаем L' тоже от себя. видим, что желтенький встал на место, а белый переместился на эту сторону. Ну можем желтый вот сюда поставить. Для этого располагаем вот таким образом вот этот и вот этот. Setup move R' штрих делаем flip. Опять на себя отменяем стопов. Смотрим дальше. Чтобы дособирать желтый нам не хватает вот этого элемента. Чтобы дособирать белый нам нужно два лепестка, но они стоят неудобно. Смотрим еще. Вот красный и синий. Красный встанет на место, синий куда-то переместится. Располагаем таким образом. Доворачиваем на себя R' делаем flip перехват и опять на себя. Так красный встал на место. Дальше смотрим. Вот красный и синий удачная двойная замена. Сразу два элемента встанут на свои места. Располагаем один здесь, другой здесь. R' и на себя. Так, три красных на месте. Мы видим, что четвертый красный мы легко сюда поставим. Но при том же мы сюда легко поставим и зеленый, что не очень хорошо. Так что сначала посмотрим какие-нибудь другие варианты. Ну, к примеру, поставить синий вот сюда. Почему мне не хочется зеленый сюда ставить? это это будет элемент на противоположной грани. То есть синий зеленый противоположный и отсюда его не всегда удобно будет доставать. Соответственно синий лучше поставим сюда, а потом обменяем как-нибудь еще. Располагаем. То есть один элемент у нас всегда здесь, а другой либо здесь, либо здесь. Соответственно мы делаем стопов либо R, либо R' и все ситуации так решаются. Делаем флип. И вот сейчас я сделаю не в ту сторону и просто делаю еще раз. Так что хотите запоминайте какой изначально стопов вы делали, хотите просто крутите один или два раза. Дальше мы видим все ситуации неудобные, нехорошие и некрасивые. То есть мы можем синий поставить сюда, но тогда белый будет на желтом. Нехорошо. Чтобы собрать зеленый нам нужен вот этот элемент, но он стоит далеко, его бы хорошо поставить сюда. Давайте при помощи флипа его просто переставим. Берем вот так и делаем флип. соответственно зеленый встал на удобную позицию. Располагаем вот так setup move R' и еще один флип. Отменяем. У нас уже собраны оранжевая сторона, зеленая сторона и все пока. можем собрать красную. Можем попробовать вот этот синий элемент сюда поставить. Давайте так поступим. Этот расплыхаем таким образом, беленький снизу. R. Делаем флип и отменяем L'. Что у нас получилось? Получилось синий вставлен на место и можно вот эти белокрасные поменять. Но опять же нужно вот это сначала развернуть. Ну а теперь уже менять. Это в удобных позициях. R' делаем флип и на себя L. Так, красная сторона собралась. Ну и теперь что у нас остается? Ну специально чтобы смоделировать плохую ситуацию я сначала поставлю синий сюда и белый у нас встанет на желтую сторону. R' прихват на себя. Вот мы получили ту ситуацию которую не хотели бы получать. Это два лепестка остались в конце которые нужно поменять местами. То есть мы сначала перемещаем желтый вот сюда меняем местами. Меняем ход. Тем самым у нас получаются уже три элемента. Теперь ставим желтый на место. Для этого нам придется развернуть вот эту полоску. То есть мы первым делом вынимаем лепесток противоположного цвета вот с этой грани. Чтобы это сделать нам нужно вот этот желтый развернуть. Делаем для этого флип и получаем удобную ситуацию. Меняем белый желтый и получаем что осталось поменять два вот этих. Ну соответственно здесь опять одну из полосок надо развернуть. Давайте развернем вот эту. напомню что при развороте какой-то полоски убедитесь что у вас на вот этой стороне нет другого элемента ради которого вы разворачиваете вот этот. То что если разворачивать вот эту полоску то вернется и вот эта. И вот у нас получилась удобная позиция и можно это все собрать. И если делать простым алгоритмом то это занимает вот так вот много времени. Но да можно сделать это все более коротким способом. И сейчас эти все способы я и покажу. Первый достаточно частый случай когда нужно сделать два флипа выглядит вот так. Лепестки которые нужно поменять местами располагаются рядом. Соответственно нужно сначала сделать флип одной из полосок чтобы не встали в удобное положение и потом уже алгоритмом поменять местами. Но из такого положения можем сначала сделать движение R в данном случае это R по нотации Сары и мы получим уже удобное расположение. Соответственно отсюда мы можем их местами менять. Для этого нам придется перехватить головоломку таким образом чтобы вот этот элемент был здесь а этот снизу. то есть перехват получается X' Y' ну или просто перевести вот в такое положение. У нас получается что вот этот желтый лепесток снизу поэтому нужно сделать setup move R и здесь это лучше запомнить поскольку уже это второй setup move делаем R после чего делаем flip setup move мы делали R поэтому отменяем получается L' и остается сделать движение D' здесь можно перехватывать можно нет но все у нас собирается повторим еще раз на подобной ситуации вот эти два лепестка нужно поменять местами мы делаем движение R малое по нотации Сары перехват X' Y' просто переставляем в такое положение чтобы один был здесь а другой здесь setup move R flip отменяем один setup move и отменяем второй setup move все собирается далее противоположная ситуация которая тоже часто встречается то нужно вот эти два лепестка поменять местами но они не близко друг к другу а наоборот далеко из такого положения мы делаем то же самое движение движение R а тем самым у нас получается вот такая ситуация отсюда мы перехватываем соответственно чтобы вот этот стал здесь а беленький оказался сзади чтобы сделать такой переход делаем Z и потом Y' ну или просто интуитивно понимаем как взять головоломку setup move R' flip отменяем движением L и у нас получается еще один setup move это движение B' повторим еще раз чтобы не было никаких сомнений из такого положения делаем setup move R перехватываем Z Y' еще один setup move R' выполняем flip отменяем setup move L и B' ну и самая неприятная ситуация когда нужно переставить лепестки с противоположных граней белые и желтые как сейчас здесь также делаем какой-нибудь setup move можно привести вот к такой ситуации и потом ее выполнить для этого мы либо с правой стороны либо с левой делаем такое движение либо можно привести вот к такой ситуации то есть стандартному случаю здесь придется сделать перехват Z Y' проверяем что вот эта полоса у нас одноцветная соответственно делаем сначала setup move R выполняем алгоритм отменяем setup move 1 движением L' и отменяем setup move 2 эти setup move здесь уже достаточно интуитивные поэтому запутаться в них сложно в любом случае из любой ситуации можно найти выход в один флип ну и альтернативный способ можем привести вот к этой ситуации продолжить как бы вот сюда тем самым мы сделаем тот же самый setup move если мы просто делали бы сначала вот так соответственно перехватываем в такое положение делаем движение R и опять же решаем обоснование способа может быть разное но решение все равно одинаковое главное вот здесь не ошибиться ни в ту сторону не повернуть на всякий случай еще покажу пример сборки где дам еще некоторые советы по ускорению для этапа динокуб лучше посмотрите мое обучающее видео по динокубу там он достаточно подробно и описывает все тонкости в данном случае у нас бело-зеленый и бело-оранжевый стоят уже на своих местах поэтому нам нужно поставить вот сюда синий и вот сюда красный если я поставлю сюда сначала синий то передвигая красный я могу его нарушить поэтому для начала я подведу вот сюда вот красный и уже в один ход все четыре ребра поставлю на свои места собираем ребра второго слоя видим здесь синий оранжевый можно сразу поставить зелено красное стоит на месте и остается вот зелено оранжевый в один ход ставится и синий красный ставим так так и возвращаем синий оранжевый помним что нужно соблюдать порядок цветов вот если белый цвет обращен к нам то оранжевый синий красный и зеленый дальше собираем верхний слой здесь одна пиф-пафная ситуация делаем пиф-паф слева и собираем центры на этапе сборки центров важно понимать что они перемещаются вместе вот с такими лепестками то есть вот такими полосками соответственно мы их ставим на место уже вместе с лепестками и этим можно пользоваться к примеру вот видим синюю конструкцию ее можно именно вот вместе с лепестком поставить на синюю сторону мы можем подвести вот эту синюю часть сюда вставить сюда вот эти синие элементы отменить отменить получилось вот так и смотрим дальше так ну осталось у нас три центра остальных так 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 и вот так и решаем уже то что осталось в первую очередь лучше выбирать те элементы где перестановка поставить сразу два лепестка на свои места смотрим есть ли такие в глаза не бросаются поэтому тогда стараемся извлечь лепестки противоположных цветов со не своих граней ну к примеру вот этот беленький поставим сюда и желтый куда-то переместиться ставим так делаем флип и отменяем белый есть дальше можем собрать вот это а кстати вот белый зеленый здесь как раз можно воспользоваться перестановкой двух рядом стоящих лепестков мы вот один отводим в эту сторону перехватываем и делаем флип setup move R пока у нас еще все размешано ориентируется немножко сложнее setup move R поэтому отменяем L' и соответственно еще один D' у нас белый зеленый поменялись можем вот этот беленький сюда поставить но он тогда синий принесет сюда это не очень хорошо пока оставим к примеру вот эти поменяем желтые и синими стами один из них станет уже правильно так дальше видим что этот оранжевый можно заменить на этот красный с такого положения L' дальше смотрим вот эти желтый и оранжевый хорошо поменять местами так осматриваем видим зеленый можно поставить на свое место в принципе оранжевый можно а лучше оранжевый сначала поменять вот с этим красным так будет гораздо лучше чем меньше сетап мулов тем удобнее на начальном этапе все это делать так дальше оранжевый вот здесь вот ряд ушком давайте соберем какую-нибудь одну сторону чтобы было полегче делаем стоп мув перехват еще один сетап мув клип отменяем один сетап мув и отменяем второй дальше давайте зеленые поставим сюда так и вот этот зеленый желтый отлично поменяются сразу два элемента встанут в места в итоге зеленые оранжевые стороны собраны дальше ну дальше уже все некрасиво получается куда деваться ну давайте этот белый синий поменяем тут пока все удачно если здесь просчитывать то можно избегать всяких неудобных ситуаций вот здесь можно синий желтый поменять синий встанет на свое место так так что у нас остается красный желтый очень удачно встает так синий белый синий так желтый красный ну что так что так неудачно поэтому меняем вот эти мы уже умеем решать любые сложные моменты ну их конечно желательно избегать что у нас остается еще где-то желто красный ну для начала давайте поменяем вот эти два и будет поудобнее стоп мув еще один стоп мув отменяем один отменяем второй ну и остается белый и красный опять же вот эта ситуация делаем так переход и вот так флип меняем один стоп меняем второй и рэкс куб собран при должной сноровке некоторых тренировках можно собирать за 3-4 минуты можно даже быстрее есть товарищ который хорошо потренировался собирает меньше минуты но головоломка скажем так могла быть и получше поэтому при большой скорости часто вылетают элементы возможно производители как-то усовершенствуют конструкцию когда-нибудь к тому же принципу будут собираться все вот эти вот головоломки но с какими-то дополнительными элементами тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока